Сегодня будет обзор фильма, который во-первых вышел очень и очень давно, во-вторых о котором знают все, в-третьих которые являются самой настоящей классикой. Да, и на всякий случай напомню, знаете что? Что плохой обзор и обзор на плохое это разные вещи, в плохом обзоре я говорю о чем-то неплохом или хорошем, как в этом случае, но иногда как в случае с фильмом Брат мы говорим чуть серьезнее. А сегодня я предлагаю вам просто вспомнить этот фильм, я вам его покажу, попридираюсь к каким-то мелочам и плохо пошучу, ну как обычно, и все это даже несмотря на то, что фильм мне самому нравится. Ну и конечно, я думаю, что вы сегодня испытаете приятное чувство ностальгии. Итак, легендарный фильм легендарного Джеймса Кэмерона с легендарным Арнольдом Шварценеггером Терминатор. Терминатор Терминатор это, конечно же, по-настоящему культовый фильм, о котором слышал, наверное, каждый. Возможно, не каждый смотрел, но слышали все. Ведь Терминатор это уже имя нарицательное. И несмотря на то, что фильм вышел в 1984 году, у некоторых из вас, возможно, тогда даже родители были еще совсем маленькими или вообще не родились. Его до сих пор помнят. Ну, а сейчас вы можете даже немножко повоевать с роботами. Такую возможность вам предоставит Warface. Warface это динамичный free-to-play онлайн-шутер от студии Blackwood Games. Сейчас Warface кардинально отличается от того, чем был при запуске. Но при этом сохраняет то, за что игру полюбили игроки, которые пришли в проект на самом старте. Например, в Warface была переработана графика. Постоянно добавляется огромное количество нового контента, захватывающие миссии, разнообразные режимы и карты, которые отвечают всем потребностям пользователей. Огромный выбор оружия, который по своим характеристикам и внешнему виду максимально соответствует боевым оригиналам. В новом обновлении в игру добавлен новый класс. Сет. Тяжелобронированный робот, вооруженный пулеметом. Робот может играть роль как помощника команды, так и танка. А также он умеет взбираться на высокие препятствия самостоятельно, без помощи других членов команды. Благодаря тому, что он вооружен пулеметом и гранатометом, геймплей Warface полностью изменился и дарит совершенно новые эмоции. Но, несмотря на тяжелое вооружение и толстую броню, сет сбалансирован относительно других классов. Также Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой курс. Любители PvP могут сражаться в 11 режимах, а также бороться за первенство в рейтинговых сезонных играх или турнирах. Отделивая внимание заслуживают и PvE-миссии, которые включают в себя миссию в Припяти, Японии, Африке и Сибири. За последние два года в Warface сильно улучшилась графика, но системные требования по-прежнему остались максимально демократичными. Также в 2019 году в Warface был значительно обновлен античит, и проблема с читерами была практически полностью решена. А еще в Warface доступно более сотни видов современного стрелкового оружия. И на данный момент малое количество шутеров может похвастаться подобными показателями. Качайте Warface по ссылке из описания и вырывайтесь в игру! В начале фильма мы попадаем во влажные фантазии Димки Киселева. Да, именно в те фантазии, которые заставляют определенные части его дряблого тела шевелиться в Америку, которая лежит в руинах. Радиоактивный пепел. Нас переносят в 2029 год, который, когда создавался этот фильм, казался таким далеким. А сейчас вот-вот и уже будет. И знаете, учитывая то, насколько сильно шагнули технологии вперед, сценарий данного фильма уже и не кажется столь фантастическим, не так ли? Да, по поводу сюжета, кто не помнит, весь мир поработили машины. Машины восстали из пепла ядерного огня. Ой, не-не-не-не. Предлагаю по-настоящему классический и неповторимый вариант. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь. В наше время. Сегодня ночью. Сейчас у меня где-то в кладовой, в дальнем шкафу, заплакал мой видеомагнитофон. После этого мы попадаем в Лос-Анджелес 1984 года. Где некоторые машины, еще не наделенные интеллектом, все равно строят разного рода козни людям. В частности, вот этому простому работяге, который курит сигару и думает, что он так выглядит круче. Но на самом деле это очень вредно и не стоит так делать. Если хотите показаться немножко круче, то делайте лучше вот так. Так вот, машины еще без интеллекта, и это даже не автоваз, строят козни людям. Конечно же, всему виной он. Тот, кто шагнул из будущего в прошлое. И решил всех там кошмарить. Ну, вы знаете этих людей. Здравствуйте, я представитель компании Арифлейм. Духи, крема, помады. Ну нахер. Конечно же, нет. Хотя еще непонятно, что страшнее, вариант описанный в фильме, или распространитель мочалок в виде собачек и стартовых наборов говна. А этот детектив, правильный вопрос. Посвятив своими причиндалами перед всем городом, некий мужчина решил докопаться до панков, которым, блин, и так нелегко. Смотрите, одному из них по лицу, похоже, проехала машина. Но его, по всей видимости, это не особо волнует. Голый мужик решает отобрать у них одежду. Одежда. Отдайте мне. Странно, что не прически, да? Мне всегда было интересно, а кем можно работать, если у тебя на голове еж после отравления омывателем для окон незамерзайка? Хирургом буду. Прикинь, людей решать, и за это бабки платят. Естественно, когда тебя о чем-то просит в настойчивой форме вот такой вот бугай, ему весьма сложно отказать. Для этого нужно обладать специальными навыками общения. У панков их, конечно, нет. Пошел ты, козел! Чтобы все пошло по плану, и мужик от них отвязался, это должно было выглядеть вот так. Одежда. Отдайте мне. Пошел ты нахер, козел! Тем временем, в другой части города, некий электрик-самоучка тоже случайно попал в прошлое. И первым делом отобрал у какого-то бомжа штаны. Это шухи сын забрал мои штаны! В общем, ничего не подозревающие лобковые вши отправились в неожиданное и очень увлекательное путешествие. Да еще и с фейерверком. Но длилось оно недолго. Герой первым делом, словно он туристка родом из модных московских салонов красоты, заприметил бутик и решил приодеться. Девки, смотрите, с аллея! Ой, пожалуйста, на минуту! Мы тоже надо мне... После чего завладел оружием, ему, видимо, резко приспичило в туалет. Но он оказался мстительным, поэтому решил вытереть задницу именно той страницы из телефонного справочника, на которой написано имя предков той девушки, которая ему откажет в будущем. Решил им поднасрать, так скажем. Конор Сара На самом деле, все, конечно же, не так. И сейчас на экране появляется настоящая Сара Конор, которая работает в ресторане быстрого питания. Конор Сара Тем временем, новоиспеченный панк уже понял, по какому принципу существует эта субкультура. Поэтому смотрит на весь мир презрительно и как на говно. Но не судите его строго. Он ведь только недавно влился в эту тусовку. Конечно, будь он настоящим панком, он бы сел за руль уже заряженный пивом. Я знаю, сколько банок пива мне можно выпить за рулем. Я выяснял. После этого данный странный мужчина, пока Сара Конор еще не знает, что к ней со спины медленно надвигается цунами, отправляется в оружейный магазин, где скупает просто целый арсенал. Ну, как скупает? Расплачивается по-американски, так сказать. И мы слышим одну из, по-настоящему, легендарных фраз. Тем временем, другой путешественник во времени понял, как устроен этот мир. Кому принадлежат все богатства. Поэтому решил обрезать свой ствол, думая, что это ему как-то поможет. Но, предположительно, представитель компании Ари Флейм как-то чересчур груб со своими клиентами. По башке себе стучи, блин. Сара Конор? Да. Пизда. Кстати, у той самой Сары Конор друзья тоже чуть-чуть из другого мира, похоже. Какого-то сказочного мира. Долбоебит рянди какой-то. Ну, серьезно, вы знаете таких людей, которые к нам оттуда прилетают. Их и сейчас вокруг полно. А эти просто самые наирчайшие представители. Увидели по телевизору новость об убийстве и решили поржать над этим. Повторяю, Сара Конор, 35 лет, мать двоих детей, была застрелена у себя дома сегодня утром. Ты сдохла, детка. Джип резко набрал скорость, протаранил стоящий на пути фургон и врезался в толпу людей. Пострадали 11 человек, трое из них в критическом состоянии. После аварии в помещении возник пожар. Еще... Другой мужичок тем временем плющит Харю в машине и ловит флешбеки из будущего, где машины все уничтожили. Девчонки же собираются на тусовку. Кстати, довольно забавная была мода 80-х. Особенно веселые прически тогда были модны у девчат. Единственное, чего я не понимаю, это какого хрена этой моде следовал Филипп Киркоров. Для бедной Сары все складывается не очень. Помимо того, что Фелька тырит у нее прически и не хочет отвечать зачем, используя универсальный аргумент. Я не знал, я не знал. Так еще и дружок, с которым она собиралась потусоваться, ее кинул. А к лучшей подруге приедет парень. В общем, печаль беда. Зато Паксли любит меня, правда, малыш? Да! Но девчонка не отчаялась и решила отправиться в кино самостоятельно. А Сара и Коннор по всему городу тем временем продолжают гибнуть как мухи. Два часа назад 35-летняя Сара Энн Коннор была найдена мертвой в Санта-Монике. При этом наша Сара видит, что какой-то паренек явно ходит за ней по пятам. Поэтому она решает скрыться в ночном клубе и позвонить оттуда в полицию, где ей дадут чумовой совет. По-моему, за мной следят! Ясно, слушайте, мисс Коннор, слушайте внимательно. Вы в публичном месте, значит, в безопасности. Будьте на виду. Не выходите и не ходите в туалет. Я скоро буду. В этот момент у нее в голове, наверное, пронеслось что-то вроде вот этого. Да, никогда бы не подумала, что вторая порция арбузика может поставить мою жизнь под угрозу. Вообще, полиции, конечно же, стоило ей сказать, чтобы она еще и как-то замаскировалась. А лучшая маскировка в клубе это что? Конечно же, танец! Героиня, конечно же, распереживалась и решила позвонить своей подружке, продиктовав адрес, где она сейчас находится. Она ведь еще не знала, что с подругой и ее парнем уже расправились. Таким образом, она выдала себя и за ней уже пришли. Это первый и последний в мире случай, когда девушка бегает от накачанного мужика, который к тому же еще и заточен на то, чтобы исполнять все требования. Хотя нет, такое еще может происходить и в темных переулках. Казалось бы, все уже сложилось удачно. В жизни девушки появился красивый мужик с огромным стволом, но, как обычно, всю романтику испортил какой-то дрищуган. А если говорить серьезно, то, несмотря на то, что я смотрю этот фильм, наверное, уже даже не знаю, в который раз, то есть, конечно же, я смотрел его перед обзором, вот эти 35 минут пролетают как одна. Вроде как ничего особенного прямо такого не происходит, но фильм действительно захватывает внимание и не отпускает. Смотреть весьма интересно, даже зная все наперед. Конечно же, этот паренек хочет спасти Сару. А молчаливому мужчине нипочем ни выстрелы, ни огонь. Вообще, на самом деле, киношники, с одной стороны, показали правду, а с другой стороны, все снова переврали. Ведь посланник из будущего действительно уже прилетал. Только не в Америку, а в Россию. Все по старой русской традиции зафиксировал видеорегистратор. После небольшой погони, паренек, которого зовут Кайл, рассказывает, что действительно прибыл сюда из будущего. И этот дядька, который ходит за ней с каменным лицом, тоже прибыл из будущего. Обычно дядьки с такими лицами таскаются за тобой, чтобы поговорить о боге и его свидетелях. Но это не тот случай. Данный дядька хочет отправить ее к богу. Вернее, к апостолу Петру. Также паренек рассказывает, что в будущем весь мир лежит в руинах. Ведь машины восстали и все вокруг уничтожили. Человечество было на грани вымирания, пока не появился он, Джон Коннор, которому удалось переломить ход событий. Джон Коннор, твой сын Сара. Да, именно поэтому из будущего сюда прибыл Терминатор, чтобы убить Сару, а Кайл, чтобы его остановить. Ведь если не родится Коннор, человечество обречено. Вот здесь есть небольшая странность. А почему бы не отправиться в прошлое и не предотвратить создание этих умных машин? Явно же была какая-то отправная точка. Просто сделать так, чтобы они вообще не появились, а не заморачиваться с войнушками. И второе, этот парень, который был рожден в разрушенном мире, где все уничтожено, почему-то чувствует себя здесь, как дома. И походу вообще забыл, что он в гостях. Знает, как заводить автомобиль без ключа. Хотя в разрушенном мире их, по идее, быть вообще не должно. Точно знает, что есть телефонные будки, в которых лежат справочники. Точно знает, как пользоваться телефоном. Нормально ориентируется среди высоток, которые в его мире должны быть разрушены. Его не смущает и не удивляет количество народа на улицах. Напомню, родился он уже после войны и всего этого не видел никогда. Но это просто обязательные придирки, как вы поняли. Милые беседы прервали менты. Герои попытались сбежать, но у них не вышло, ведь у Кайло проблемы с рычажком. Герои попадают в полицию, где главный детектив продолжает в огромных количествах потреблять раковые палочки. А криминалист-психолог, послушав Кайло, делает вполне очевидный вывод. У них нет выбора. Их защитная сеть сломана. Мы победили. Ты понимаешь, что ты поехавший уже, всё. Не я, блядь, поехавший. Ну, хоть не он, блядь, а ты. И решает успокоить Сару, показав ей интересный видеоролик. Он найдёт её. Он проткнёт вас, схватит её за горло и вытащит ей сердце. Тем временем, чуть-чуть повреждённый Терминатор немножко себя исправляет. И здесь я хочу сказать одно. Насколько, блин, сильно вперёд просто прыгнули технологии. Из-за этого, в частности, кино очень сильно преобразилось. Сейчас какой-то фильм от Марвел это просто нескончаемый поток спецэффектов, которые не особо-то и впечатляют. Ты такой смотришь, мол, ну да, взрывы и всё такое. А когда я впервые смотрел вот это, я был действительно просто поражён. Хотя сейчас очевидно, что это кукла. Но при первом просмотре мне казалось, что вот это всё это просто какая-то фантастика. Всё настолько реалистично, я прямо чувствовал эту магию кино. Хотя здесь, на самом деле, в этой сцене мало реализма. Когда Терминатор расковырял себе руку и лицо, если бы всё это происходило в реальности, именно в этот момент кто-то обязательно должен был постучать ему в дверь или должен был зазвонить телефон. Терминатор надевает свои крутые очки и крутую куртку, то бишь преображается в тот образ, по которому его большинство и помнит, и направляется в участок, где его отправляют куда подальше. Вследствие чего звучит, наверное, самая популярная фраза из этого фильма. Я вернусь позже. Которую, когда кто-то произносит, сразу в памяти всплывает Шварценеггера. Кстати, сейчас будет интересный факт, о котором мало кто знает. В далёком 1984 году один парень услышал эту фразу и это стало его кредо по жизни. Терминатор круто врывается в полицейский участок Яндекс.Навигатор Паркуйтесь без лишних трюков и надирает жопы всем скептикам. Сара, конечно, понимает, что Кайл говорил правду и ему можно доверять. Поэтому они сбегают и вместе прячутся в тоннеле под дорогой. И Кайл снова рассказывает о том мире, в котором он живёт. О том, что они используют собак, дабы вычислять киборгов и о том, что Джон Коннор рассказал ему о матери и дал ему некую фотографию и что он буквально влюбился в ту девушку, которая была на этой фотографии. За воспоминаниями они провели всю ночь. А Терминатор аж до рассвета перелистывал телефонную книгу. И мы снова слышим одну из крылатых фраз из данного фильма. Эй, парень! Кот, что ли, сдох у тебя? Пошёл ты, козёл! Фак ю, асхор! Несмотря на то, что Кайл чётко сказал Сара, никому не звони и не рассказывай, где ты, Сара не выдержала и похвасталась маме. А мамы-то уже нет. Её голосом разговаривает Терминатор. Я люблю тебя, мам. Я тоже тебя люблю, детка. Который теперь знает, где их искать. Но наши ещё ничего не подозревающие ребята лепят самодельную взрывчатку и лепят героя, который спасёт всё человечество, пока Терминатор круто едет к ним на мотоцикле. А ещё мы видим мир глазами Терминатора. Ну, хоть так есть возможность почувствовать себя человеком с идеальной мускулатурой, настоящим мистером вселенной, а не чувствовать себя толстым любителем пельменей, который сейчас развалил свои окорока на диване или в кресле. Как говорится, ставь лайк, если же за. Абсолютно. Герои бросаются на утёк, Терминатор бросается за ними. И вот тут, кстати, ещё раз хотелось бы чуть-чуть придраться к фильму. Основной саундтрек к нему по-настоящему крутой и дополняет фильм. Без него картину даже, наверное, представить невозможно. Но вот саундтрек, который подобрали к погоне, это нечто весьма странное. Ну, кто-то скажет, ну, вспомни, какой тогда был год на дворе. Я помню, да. Но это же никак не повлияло на основной саундтрек, правда? Короче, Терминатор едет на мотоцикле как типичный мотоциклист. Не зря же их в простонародье называют хрустиками. И, конечно же, он попадает в аварию. Сара думает, что всё кончено, но... Ведь Терминатор решил воплотить мечту всех подростков начала нулевых. Две мечты. Во-первых, он уже Шварценеггер и выглядит как Шварценеггер. Хотя это мечта подростков не только нулевых, но ещё и девяностых. Да и не только, наверное, подростков. А ещё одна мечта это стать дальнобойщиком, конечно. Грузовик с бензином, как я понял, круто взрывается. Но при этом не задевает никак Сару, которая находится очень близко к нему. И Терминатору тоже всё как бы ни почём. Недаром же он Терминатор. Как бы выразились некоторые любители извращённого понятия красоте, он немножко похудел до состояния анорексички. То есть от него буквально остались одни кости даже без кожи. И теперь мы точно убедились, что он робот. Кайл даёт понять зрителям, что он полная противоположность Ельцина. То есть из-за него не останавливаются сотни заводов по всей стране, а один как минимум снова заработал. Ещё он, конечно же, в последний момент взорвал робота, потом трагически погиб. И где-то в будущем маленький добрый ребёнок-робот спросит у своего отчима, где мой настоящий папа? И тот ему ответит, под прессом. Ведь Сара действительно отправила Терминатора под пресс. И это, наверное, один из немногих фильмов, где я хотел бы, чтобы в живых остались и хорошие персонажи, и плохие. Особенно антагонист, настолько он, блин, охрененный. Спустя какое-то время Сара, оправившись от произошедшего, едет куда-то вдаль, мы понимаем, что она беременна, а маленький мальчик делает ту самую фотографию. Что же можно сказать в итоге? Ну, знаете, подобного формата обзоры, назовём их ностальгическими, по-моему, не требует особо никакого вывода. Это просто такой вариант, именно что поностальгировать чуть-чуть. Вспомнив старые картины. Это по-настоящему легендарная картина, которая прошла проверку временем. Я с большим удовольствием перед обзором её пересмотрел. И не только потому, что ооо, ностальгия, а сам по себе фильм хороший. Если бы я прямо сейчас вот смотрел бы его впервые, он бы мне всё равно понравился. Как сюжетом, так и исполнением. Несмотря на то, что некоторые эффекты сейчас выглядят, ну, откровенно, не очень, как и куклы сильно бросаются в глаза. Несмотря на всё это, даже по остальным эффектам данный фильм хорошо. А самое главное, он прямо захватывает внимание. Смотреть, даже зная финал, его всё равно интересно. Поэтому предлагаю вам после этого обзора ещё раз вспомнить былые времена и пересмотреть этот фильм. А если вы его по какой-то причине не видели, прямо сейчас бросайте вообще все дела и включайте этот фильм. Это того стоит, я серьёзно. I'll be back.